Больше поветра у бизнес-просторы. Новые нормативные акты дозволят продпрымальникам легче вести бизнес, а не которыми видами бизнесу зараз можно будет займаться, навод нерегиструющий ИП. Про это и иншие новации СМИ Гомельщин распавяли на сегодняшней пресс-конференции податковой службы. Сирот журналистов были и мои коллеги. У конца минулого года керавник державы подписал целый пакет документов и головная мета разневоления деловой инициативы. Некоторые нового ведения уступили усилу в минулом ходе. Остальные начнут денежать с начала этого. Ключевый документ – декрет номер 7 об развитии продпрымальництва. Дякуючу ему повышение податков не будет аж до 2020 года. Так само он дает свободу ведения некоторых видов бизнеса. Свою лепту у этого унес и новый указ номер 337. Дякуючу ему в конце 2017 поширился спис видов деятельности, якими можно займаться, не региструющий ИП. В документе 12 новых пунктов. И навод не глядяши на то, что указ уступил усилу только пару месяцев тому, эффект бачно уже сёння. Если говорить о новых видах деятельности, которые предусмотрены 337 указом, то только за два месяца 286 человек осуществляют эту деятельность. И наиболее востребованные оказались парикмахерские услуги, изготовление хлебобулочных изделий и их реализация на торговых местах, и на установленных местах, и ремонт часов, и обуви. Не открывающий ИП, теперь так само можно сбирать и перетягивать меблю, рабить ремонт, шить вопротку, створать веб-сайты, рабить маникюр, придумывать дизайн-проекты. И те, кто ранее работал стрижки, або пёк булки, як ИП, дякуючих этому указу могут зменить статус предпринимательника на статус звычайной физичной особы. А значит, им не потребуется кассовый аппарат, и не требует открывать развлеку в рахунок. Правда, есть и обмежование. Займаться таким предпринимательством, не региструющий его, можно только не наймаючи додатковых супрацовников, вести справу целком самостойно. А вот 364-й указ уступил усилу амаль два тыдни тому. И он поширил спис вида урамесной деянности. Однако и тут самой головной умовой застаётся самостойность. Документ дал больше махчимость урамесникам развиваться. Теперь они могут продавать свои выробы там же, где их створают, рекламовать в интернете и просылать по почте. А кроме того, могут навучать трех вучнях. По-иншему, теперь будут и проверать, и пышников. Плановых проверок больше не будет, а подстав для позаплановых стало меньше. Рабить это будут не частей, чем разу три года. А на воспитченных предпринимательских у первых два года працы турбовать проверками изусим не будут. При этом податковая служба подкресливая проведение некольких позаплановых проверок, усёж махчима, але только в выключенных выпадках, кали говорка идёт про видовочные факты порушения закона. В уголе у податковой службы стало меньше сфер контролю. С 1 января 2018 года налоговые органы уже не будут контролировать вопросы лицензирования отдельных видов деятельности. Не будет осуществлять контроль ведения кассовых операций, сферы валютного контроля и соблюдения субъектами законодательства о книге замечаний и предложений. Вот эти вопросы из сферы контроля налоговых органов ушли и они остаются в сфере контроля других контролирующих органов. С этого часа деятельность контролирующих органов будет больше накерованная на профилактику и попереджение порушений. Эта измену уже тёма логобизнесу принёс 367 указ. Ён приняты, каб минимизовать умешание контролирующих органов у господарчую деятельность предпринимальников. С уликом у всех этих нововведения у измены, теперь шакают и податковый кодекс Беларуси. Главой государства поручено создать межведомственную группу по разработке налогового кодекса. Прописаны основные принципы – это стабильность, понятность, простота и так далее. На основании этих принципов будет разработан кодекс, который будет действовать с 1 января 2019 года. Теперь на Чарзе велизарная тлумачальная праца. Податковой службе треба донести до насильництва сутность усих новых документов. С этой мытой уже проходят встречи со студентами опушных курсов ВНУ, которые в будущем плануют пополнить широкие бизнесменов. Лекция, круглые столы, консультации и навод ток-шоу. Про новые нормы расповедаются на предприемствах и на бирже беспрацовных для тех, кто за мест пошуку працовного места шукает способ створить его для себя самостоянно.